Медиагруппа «Авангард» представляет Добрый день, уважаемые зрители БИС-ТВ. Мы начинаем нашу игру, первую интеллектуальную игру по информационной безопасности. И тема финального выпуска нашей игры «Информационная безопасность в России». Учитывая то направление на балканизацию, которое происходит и в интернете, и в геополитике, и которое дошло до информационной безопасности, мы решили проверить, насколько вы готовы к импортозамещению в области информационной безопасности, насколько вы знакомы с российским рынком информационной безопасности, с теми людьми, которые там работают, с теми компаниями, с теми решениями, которые представлены на российском рынке, Которые многим из вас придется осваивать в ближайшее время Правило вам известно Игра состоит из трех раундов В первом и втором мы разыгрываем вопросы шести тематических категорий Которые будут показаны на экране Вы будете зарабатывать очки за свои ответы Ответ считается верным, если вы правильно ответили на вопросы И он, собственно, также отображен на экране Ну, может быть, с небольшими нюансами Но суть будет отражена верно Главный партнер сегодняшней игры Компания Ростелеком Солар Мы благодарим наших коллег за поддержку интеллектуальных соревнований Сегодня последняя игра сезона И за столами находятся команды Набравшие максимальное количество очков По итогам всех прошлых игр Но победителем сезона станет команда Которая вырвется вперед в сегодняшней игре То есть мы, по сути своей, с сегодняшнего момента Обнуляем очки именно для данной игры Я сейчас прошу капитанов представить свои команды Назвать полное наименование Начнем мы с первого стола Денис Итак, за первым столом у нас команда Анти-АПТ-группы И общий стаж команды в области информационной безопасности 94 года Что увеличилось чуть ли не вдвое с прошлой игры За вторым столом у нас команда Несокрушимая Я прошу Антона Шипулина представить команду Общий стаж команды Несокрушимой В области информационной безопасности 57 лет И от третьего стола команда Stakeholders Лев, прошу представить членов команды И общий стаж команды в области информационной безопасности 63 года На кону сегодняшней игры целая вереница наград Самая главная из них это переходящий кубок Который называется Золотые мозги информационной безопасности То есть они приплюсуются к мозгам победителей Каждый игрок команды победителей Будет удостоен почетного звания Мастера информационной безопасности С выдачей соответствующих регалий Кроме того, победители разделят между собой призы От генерального партнера нашей игры Компании Ростелеком Солар И партнера финальной игры сезона Компании Бизон На этом предисловия окончены И мы начинаем нашу игру Начинается первый раунд нашей игры У каждой команды на счету по 0 баллов И вот категории этого раунда Инновации Вендоры Ну или кому ближе русское слово Производители Криптография Нормативка Имена И категория разная В которую попали вопросы Которые было сложно отнести К той или иной категории Наименьший стаж у нас у команды Несокрушимый Поэтому именно она получает право Выбрать первый вопрос Приступайте И начнем с категории Вендоры за 500 Вендоры за 500 Кто является разработчиком Системы обнаружения атак Ручей М Сертифицированной в ФСБ Видимо Денис Достоверяющий центр Информпро Дима, ты знал? Я даже не слышал один Вот В удостоверяющий центр У нас пишут Системы обнаружения атак Антон Нормативка за 500 Опять решили выбивать Самые дорогие Какой ГОСТ Разработанный в стэк Позволяет описывать Уязвимости Назовите номер Дима Я больше по буквам Не подсвечу По буквам? Назови по буквам Точно не Нет? Денис Пропускается Пропускается Правила описания Уязвимостей Все очень просто Ничего сложного Антон Имена за 500 Имена за 500 Хорошо Олигарх Под контролем которого Находится Компания Гарда Да, Денис Алишер Усманов Да, ответ верный Роман Как же так? Денис Вендора 300 Что 300? Производители Как ты любишь Вот, спасибо, да Название боекомпании Состоящее из одного слова В котором 4 заглавных буквы Фальстарт У команды несокрушимые Всякие пау, зау, ау Не считаются Речь идет именно О самом названии Так Рискнем Крок Ответ неверный Не, не Мера Так, Денис Решайтесь Нет Все Окей Это компания Инфотекс У нее пишется Официальное название Ровно так Во всех официальных документах Неожиданно, да У нас вопросы Все неожиданные Итак, Денис Ну, вендоры 400 Вендоры 400 Технология какой Голландской компании Лицензировала компанию Лвис Плюс И использовала в своем продукте Застава Денис, Дмитрий Для вас Должно быть Знакомо Вы в это время Уже работали В информационной безопасности Так, ну, видимо, нет Денис Антон Лев Нет Trustworks Компания создана Александром Галицким После которой, собственно Была создана Компания Стер А часть технологий Велвис Плюс Денис Но это должен был быть Раздел история В истории у меня Более интересные вопросы Тогда вендоры 200 Вендоры 200 Часть эфеса клинка Защищающая руку От оружия противника Имя компании ПИБ Лев Гарда Гарда Ответ верный Лев Добьем вендоров За 100 Добьем Не оставим никого Царство живой природы Которое также Используется В узких кругах В качестве Жорганизма Для обозначения Компании Группы B Денис Грибы Грибы Ответ верный Че, вендоры Кончились? По инновации Давайте тогда Инновации 300 Сетевой шифратор С квантовым Распределением Ключей От компании Infotex Название Да, Денис Квантовый Криптографический Шифратор КВКШ Ответ Неверный Квандор То есть Это не Квантовый Телефон Сразу скажу Итак, Денис Инновации 400 Инновации 400 Сертифицирован Защищенный BIOS На базе UEFI От компании Craftway Как называется Как называется С фонно-русское название Да, Антон Ответ Витязь Ответ Витязь Верно Антон Инновации 500 Первый Сертифицированный В России Промышленный Мешетевой Экран Да, Антон Это компания ASP Labs Сейчас В голове крутится Ваш ответ Нет ответа Соответственно Коллеги Нет Аркан Так Антон Криптография За 500 В 1938 году Была разработана Портативная Аппаратура Защекречивания Соболя-1 С учетом Элементной базы Того времени Оцените Массу Этого изделия В четырех Диапазонах Больше 100 Килограмм От 100 До 50 От 49 До 10 И меньше 9 Килограмм Да, Денис Больше 100 Ответ Неверный Тебя смутило Слово Портативное Не смотри на меня Лев Это вопрос От коллег Из конторы Так Лев 49 10 Ответ Верный 20 Килограмм Она весила Итак Лев Редко Но метко Давай Разные 500 Разные 500 Как Назывался Антивирус Алексея Бабушкина Есть Адм Очень известная История Хорошо Отражающая Тему Импортозамещения Цифровой Экономики Антон Это антивирус Тебе должно быть Близко Как и Аркан Как и Аркан Нет Ответ Иммунитет Интересная история Посмотрите В интернете Один из редких Фейковых Антивирусов Которые продвигали На первом канале И на многих других Да Итак Лев Продолжим Криптография 400 Криптография 400 Создав студию По выпуску Танцевальной музыки Группа Руки вверх Взяла В качестве Лейбла Для своей студии Название Всем известного Криптографического Рассказа Вообще Самая молодая Команда Должна знать Эту группу Рассказ читали все Вот в этом я уверен Я надеюсь Правда Ну рассказ Да То есть здесь Рассказ Совпадает Название рассказа С названием Студия Антон Допустим Пляшущие Человечки Прекрасно Антон Имена за 400 Имена 400 Он обвинил ЦИП ФСБ В госизмене Стал главным Публичным свидетелем На процессе Против бывших Сотрудников ЦИП ФСБ Михайлова Ида Кучаева Лев Фамилию вспоминаю Подожди Хорошо Чью Денис Пас Антон Пас Лев Пробуйте А сколько там стоит 400 Либо в ноль Либо в лидеры Если память не изменяет Врублевский Да, верно Павел Врублевский Криптография понравилась Давай 300 Криптография 300 Какой текст Скрыт в этой Головоломке Я думаю Всем видно Вам надо Расшифровать Этот текст Из советской Эпохи Очень легко Так Пролетарий всех стран Соединяйтесь Ответ неверный Так Кто был Денис Давай Мы дочитаем Ну мы видим Мы добры Веселые Так Ответ Неверный Так Лев У вас есть шанс Да Вам Даже думать особо Не надо Там Ну ладно Не буду я подсказывать Сейчас 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 Ну давай До трех Пропустим Пропустим Хорошо На самом деле Ответ Начинается отсюда Дорогу Веселым Питомцам Великой Советской Веселом Итак Мы продолжаем Лев Нормативку Никто не любит Давайте 400 Давайте Количество проверок банков Проведенных в стек В рамках оценки Соблюдения требования Постановления Правительства 584 О защите информации В платежных системах Чтобы я уточнил Сразу Так Лев Зиру Зиру Ответ Верный Да Это тот случай Когда Регулятор Имеющий Полномочия Не проводит Такого рода Проверок Итак Лев Нормативка Хорошо пошла 300 Номер Госта Устанавливающий Правила оценки Соответствия Базового набора Защитных мер Для финансовых Организаций Денис 5 7 5 8 0 2 Да Верно Нормативка 200 Нормативка 200 Номер приказа В стек Об утверждении Формы категорирования Объектов Киев Денис 236 Ответ Верный Продолжаем 100 Нормативка Адрес Сайта НКЦКИ Опа Опа Гавцер Так Денис Golf-Cert.ru Да Ответ Верный Итак Денис Ну Разное 400 Разное 400 В каком городе Находится Штаб Квартира Валарм Нет 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 Сан-Франциско Был вариант Да Денис Разное 300 Разное 300 В рамках Какого Проекта Создавалась Система Обнаружения Сертифицированная ФСБ Аргус Антон Сопка Что Сопка Ответ Неверный Они уже 10 лет А надо Назвать Название Проекта Он во всех Материалах Всегда Фигурирует В скобках У них Что такое Русское Слово Запоминающееся Так Ну видимо Лев Нет Денис Проект Называется Упырь Итак Разное 200 Разное 200 Какое Слов Не относится К именам Российских Сред Защиты От Несанкционированного Доступа Аура Редут Кобра Страж Снег Заря Иний Так Ну видимо нет Да Денис Нет Антон Нет Лев Нет Ответ Заря Да Верно Операционная Система Не средства Защиты Идем дальше Денис Имена 300 Имена 300 Вопрос Аукцион Команда Которая На которой Попал Вопрос Аукцион Имеет Возможность У вас Сделать Ставку На все Свои баллы На все Гулять Ну да Трудно 100 100 Что тут делать Директор Департамента Информационной Безопасности Банка России Да Уваров Уваров Да Ответ Верный Аукцион 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 Лев Давай Криптография 200 Криптография 200 Гибридный Дирижабль Филимонова Назывался Так же Как и Эта Шифровальная Машина Антон Фиалка Фиалка Да Антон Имена 200 Имена 200 Гражданин России Являвшийся Вице-президентом Гартнера Занимавшийся Там Кибербезопасностью Антон Антон Чувакин Антон Чувакин Да Антон Инновации 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 200 Бесплатная версия Русием Называется Так Антон РВСием РВСием Да Ответ верный Инновации 100 Инновации 100 Компании Решения Которые Легли в основу Платформ Финцерта НКЦКИ Да Позитив Технологии Да Позитив Технологии Криптография 100 Криптография 100 Каким образом Советская Радиоразведка Без Дешифрования Перехваченных Данных Установила Точное Время Начала Наступления Немцев На Курской Дуге Нажимай Интенсивность Да Ответ Верный Лев Разное 100 Название Системы Обнаружения Атак Совпадающая С названием Данной Фигуры Антон Да Антон Тор Тор Ответ Верный Закончим Именно 100 Закончим Текущий Директор Восьмого Центра ФСБ Далев Ивашка Ивашка Верно Уважаемые Зрители Мы завершаем Первый раунд Лидирует у нас Команда Стейхолдерс Со счетом 1500 ИБ баллов У команды Несокрушимые 500 ИБ баллов И у команды Анти АПТ Групп 100 ИБ баллов Приготовьтесь Ко второму раунду Эта игра Она расширяет Ну и общую Эрудицию В области ИБ Да и общую Эрудицию Вообще Это расширяет Кругозор Помогает Пообщаться С отличными Прекрасными Людьми Помогает Мне кажется Рын Конференционной Безопасности Расти Приятно Что со всеми Друзьями Мы сыграли И получили Удовольствие Сегодня Мы с коллегами Как-то Сразу собрались Вместе И заявились Позвонил Сказал Давай поиграем Пойдем поиграем Давай поиграем Ну и все Понеслось Здесь мы Сами рулим И сами выиграем Серия игр И финал Более кричали Это первая игра В которой Не было одного победителя Который бы определился В самом начале Имя победителя Совершенно не очевидно Было до самого Последнего Финального раунда Постоянно менялся Лидия Разогрев в первом раунде И апогей во втором Уважаемые зрители Начинается второй раунд Нашей игры И вот категории Вопросов второго раунда Стартапы Угрозы История Вопросы от спонсора Я напоминаю Что это компания Ростелеком Солар Искусство Которое включает в себя Литературу Любое писательское творчество А также кино И также категория Разная По итогам Прошлого раунда Больше всего у нас Очков у команды Стейколдерс Поэтому именно она Получает право Выбирать свой вопрос И категорию Лев Приступайте История 400 История 400 Самый старый До сих пор Действующий Новостной проект По информационной безопасности В Рунете Лев Секюрити лаб Ответ Неверный Антон ITSEC Ответ Неверный Денис Дмитрий Как самые старые Специалисты по информационной безопасности Среди команд Частников команд Нет Денис Да Хорошо Денис 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 Итак Лев Ну продолжим 600 История В каком году В России Специальность ПЭБ Стали открыто Преподавать В вузах Не закрытые вузы А именно открытые Но нет Антон Лев Нет Это 90-й год РГГУ Факультет защиты информации Лев Занятно История 1000 История 1000 Как называлась спецтюрьма Описанная Солженицына В романе В круге первом Занимавшиеся криптоанализом И разработкой шифраторов Марфинская шарашка Она же не 2 Она же не связи Лев История 800 Какая компания В 1996 году Приобрела ОМ Лицензию На право распространения Санскрин Скип У Элвис Плюс Команда стейкхолдер Готовится Нажать кнопку Руслан Иванов Дает советы Капитану Итак Лев Итак Рискнем Барабанная дробь Стучу Сан 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 Микросистемс Все верно Да, один из первых случаев Лицензирования Из российских компаний На международном уровне Итак, Лев Полюбим историю 200 Полюбим Система защиты информации Система защиты информации Имевшая сертификат СТЭК номер один Команда антиапатой группы СТЭК-колдер Идет обсуждение На кону Целых 200 баллов Денис Нет Система называлась СНЕГ 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 Лев Давай угрозы 1000 Угрозы 1000 Резидент Сколкова Занимающийся аппаратными атаками На полупроводниковые приборы Название компании Что меня удивило Когда я выбирал этот вопрос Компания официально говорит Что занимается атаками И разработкой платформ Для проведения атак Так, пас Компания Сайбирс Российская компания Лев Стартапы 1000 Стартапы 1000 Научно-производственная компания Участвующая в создании В Москве Музея криптографии Если проект будет реализован В Москве действительно появится Музей криптографии Открытый Лев Нет Антон Денис А, вы перечисляете Понял Все стартапы Антон Есть версия Но уж больно много На счету Тысяча, да Нет? Нет Хотя Вот вы-то могли ответить Криптонит Который находится В том же холдинге Где и компания Гарда Да, и Роман, я так понимаю Подсказывал, да? Итак, Лев Давайте откушаем Спонсора за тысячу Спонсора за тысячу Извольте Солар Секьюрити Была создана В 2015 году Сколько коробок пиццы Было заказано И съедено В том году Сотрудниками Солара Вполне официальная Себе информация За весь год? За весь год, да А ответ цифровой или? Цифровой, да Численный Даже могу подсказать Сколько цифр там Три Не знаю, поможет ли это Денис Нет Антон Нет Алексей Лев Нет 858 Вопрос на тысячу Ну а что вы хотели? Лев Искусство тысяча Искусство тысяча Автор книги Вторжение Краткая история Русских хакеров Недели полторы назад вышла Очень такая Специфическая история Русских хакеров Но местами познавательная Руслан Я знаю Ты погружен в андерграунд Итак Лев Нет, Антон Данил Туровский Корреспондент Журналист Медузы Идем дальше Лев Продолжим Разные тысяча Компания Компания Продукт Который объединяет В себе Четыре Российских Решения Среди которых Вульнер Сваларом Куратор Денис Атакиллер Атакиллер Да Ответ верный И собственно Аперкат Четвертый продукт Рустем Привет Что-то все поровну Да Спонсора 800 Спонсор за 800 Как называется НИР Который описывает Внедрение Российской Криптографии На сетях Мобильной Связи Включая Сим-карты Которая Заработает С 1 сентября Нет Это готовая Криптография На сим-карте Это не есть Дмитрий Так Денис Лев Нужен шифр НИР Ну название Тоже как и в случае С другими Обычное название Ничего сложного Ну приблизительно Как снег Да Как снег на голову Память немного Подводит Пропустим Хорошо Тоже геометрическая Фигура Называется Конус Был вариант Капитаны Слушайте Участников Своих команд Итак Мне не понравилось Угроза 800 Спонсор Не понравился Запомним Единственная Российская Компания Участвующая В исследовании По угрозам Verizon The Beer 2019 Позитив Или Каспорт Что? Да вроде Нужно 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 Да 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 Лев Рискнем Прислушаться К участникам Команды Компания Группа IB Ответ Неверный Не-не Вряд Всего 800 Нет Нет Антон Нет Лаборатория Касферска Антон Ты заметил Что это уже Во второй раз Продолжаем разговор Да Угроза 600 Угроза 600 Как называлась Вредоносная Программа И платформа С помощью которой В 15 Году Была Взломанная Внутренняя Сеть Лаборатории Касперского Да Антон Дуку А точнее 2 2-0 Все верно Реабилитировался Искусство За 800 Искусство За 800 В каком Памятнике Литературы Древней Руси Упоминается Божество По имени Которого Был назван Стандарт Хэш-функции ГОС-3411 Памятник Литературы Не название Божества Да, Денис Итак Слово Полку Игореве Прекрасно Прекрасно Ты угадал Собственно Кто читал Смотрел ГОСТ Там в конце Есть как бы Фрагмент Который Как бы Перерешифровки Является фразой Слово Полку Игореве Начали Конечно Мы со Стрибога Итак Денис Угроза 400 Лидер Кибербанда Лурк Обвиняющий ФСБ Что он Работал Под ее Прикрытием Антон Господин Козловский Идем дальше А у Лаверды Спонсору 600 А у Лаверды Спонсору Какую Б-компанию Оштрафовал Банк России На 500 тысяч Рублей За нарушение Закона Об инсайдерской Деятельности Да, Лев Лев Это, конечно Не Б-компания Но была Штрафована Компания Мэлру Ответ Неверный Речь идет Именно О ББ Компании Денис А мы дальше Решили не отвечать Вообще Антон Нет Группа История с Энергобанком Скандалы Интриги Расследования Итак Продолжаем Денис Разное 600 Разное 600 Какое Из слов Не относится К российским Операционным Системам Фантом Феникс Астро Аврора Заря Эос Денис Нет Лев Нет Это вариант Эос Это не российская Операционная Система Все остальные Как бы Разработаны В России А Иос Имел Эос Итак Денис Искусство 400 Искусство 400 Как Называется Мультфильм Главному герою Которого Поставлен Памятник В городе В котором Находятся Гнии ПТЗИ Котенок С улицы Людикова Прекрасно Я из Воронежа Ты из Воронежа Я Разное За 800 Разное За 800 Есть шанс Приблизиться К лидеру Как Называется Серия ИБ Мероприятий Которая Откроется В Москве На следующей Неделе Да Денис Сбербанк ICC Ответ Неверный Да Антон Сайбервик Сайбервик Да Ответ Верный Спонсором Этого Вопроса Является Партнер Нашей игры Компании Бизон ICC Это одно Из мероприятий Я спросил Серия мероприятий Итак Стартапы За 800 Стартапы За 800 Стартапы Компания Впервые В России Разработавшая И протестировавшая Систему Квантового Шифрования Та самая Компания С четырьмя Большими буквами Infotex Ответ Неверный Она тоже Тестировала Но она была Не первой Антон Нет Денис Дмитрий Мы уже первую букву Вспомним Оставляем Компания Курей Курей Ну привет Да Она была раньше Чем Infotex Итак Антон Искусство За 600 Искусство За 600 Первый отечественный Художественный фильм Про хакеров И специалистов Пэйбэ Лев Нет Антон Нет Денис Что же сказать Фильм Лимита С Машковым И Мироновым Начало 90-х годов Да Стартапы 600 Стартапы 600 Консалтинговая фирма Специализирующаяся В области законодательства По персональным данным И являющаяся Резидентом Сколково Прислушайся к Роману Так Лев Б-152 Прекрасно Ответ верный Б-152 Разная 400 Разная 400 Разная 400 Кто является разработчиком Нейродат Сием Да, Денис ЦБИ ЦБИ Верно Один из полутора десятков Российских Сиемов Итак, Денис Стартапы 400 Стартапы 400 Первая российская компания По информационной безопасности Попавшая под санкции США Лев Диджитал секьюрити Ответ неверный Она была Дали Испании Так, Антон А, мозговой штурм идет Исэй Шлаб Алиса Шевченко Была первой Кто, собственно, попала Под раздачу Спонсор 400 Спонсор 400 Лайк-вопрос Итак, что такое лайк-вопрос Это вопрос Стоимость которого увеличивается С каждым лайком Который собирает на Ютюбе Прошлый выпуск нашей игры Соответственно, на это утро Количество лайков у нас У четвертой игры составило 33 Вот это значит, что на кону 1650 баллов Как показывают прошлые игры Иногда ответ, либо не ответ На этот вопрос Приводит к существенной смене Лидера И потере мотивации У остальных игроков Итак На базе какого продукта Построена отечественная Сием Анкей Денис Арксайд Арксайд, верно Алексей Здесь двоякость Сейчас она построена На базе другого продукта Сейчас да Мы говорим не была построена А построена сейчас И я зачитаю все-таки Баллы сюда Это же Это же да Денис Стартапы 200 Стартапы 200 Созданная в 2009 году Выпускником МГУ-компании Занимающейся борьбой С ДИДОС-атаками Данко Куратор Куратор, верно Антон Разные 200 Номер приказа ФСБ Об утверждении требований К средствам госсобки Вопрос за 200 Студент шестой Самый свежий приказ Итак Искусство 200 Искусство 200 Журналист РБК Публикующий расследование По рынку кибербезопасности В России Лев Маша Каламыченко Да, все верно Маша Каламыченко От спонсора 200 От спонсора 200 Класс из КЗИ Для взаимодействия с ЕБС КВ-2 КВ Лев Угроза 200 Хороший выбор В 2014 году Взломали эту компанию По борьбе с утечками Из нее утекла Конфиненциальная информация О некоторых ее клиентах Да, Денис Инфолоч Ответ неверный Сёрч Информ Сёрч Информ Ответ верный Инфовоч был Тремя годами позже Уважаемые зрители Окончен второй раунд Победителем этого раунда Стала команда Анти-АПТ-групп На ее счету 2950 ИБ баллов У команды Несокрушимые 2300 баллов И у команды Стэкболдерс 300 ИБ баллов Оставайтесь с нами Ну, мы почитали Блог Алексея Саня, что Алексей Викторович В своем блоге публикует Лёша, он интересный Тут даже разговоров нет Я благодарен Алексею, что он подобрал просто такой набор вопросов Просто когда было бы даже весело узнать ответ, который ты не знаешь Какие-то вопросы меня просто заставали враслох Все поддерживали и друг другу желали удачи и успеха Все команды были наравне Все молодцы Мы за них прям горды и рады Мы всегда можем лучше Постараемся победить И у нас есть цель Уважаемые зрители Первый сезон игр близок к завершению Самое время посмотреть прошлые выпуски И вспомнить лучшие моменты телешоу Делитесь видео Ставьте лайки Влияйте на ход игры в следующем сезоне Вы смотрите БИС-ТВ И это заключительный раунд первого сезона нашей игры Команды с положительным балансом делают ставку на сумму Не превышающую ту сумму, которая находится на их счету И отвечают всего на один вопрос В зависимости от ответа Они либо выигрывают, либо теряют свою сумму ставки И это, соответственно, последний шанс для команд Вырваться вперед И победить Мы переходим к финальному вопросу Тема вопроса цифровая экономика И вам будет дана одна минута Для того, чтобы вы смогли Командно Найти ответ Коллеги, ваши ставки Прошу не показывать И вопрос звучит следующим образом Согласно федеральному проекту информационная безопасность Национальной программы цифровая экономика В 2019 году один из ключевых показателей Это среднее время простоя государственных информационных систем В результате компьютерных атак Составляет, собственно, предлагается 7 вариантов ответа 65 часов, 48 часов, 24 часа, 18, 12, 6 и 1 Ваша задача, собственно, ответить Какое время простое должно быть в 2019 году С точки зрения разработчиков цифровой экономики У владельцев государственных информационных систем Продолжение следует... Так, коллеги, сдавайте ваши ответы Правильный ответ 48 часов Сейчас, собственно, самый решающий момент Ответ команды анти-АПТ групп 6 часов И это ответ неправильный Ответ команды несокрушимые 24 часа И это ответ неправильный И ответ команды стейкхолдерс 18 часов И это ответ неправильный Пришло время подводить итоги нашей игры Меньше всего очков на счету У команды стейкхолдерс 44 балла На втором месте Команда Несокрушимая Со счетом 601 балл И победителем Заключительной игры сезона Со счетом 2301 балл У нас становится Команда анти-АПТ групп Для вручения наград финалистам На сцену приглашается Артем Михайлович Сычев Завеститель руководителя Департамента информационной безопасности Банка России И генеральный директор Медиагруппы Авангард Артем Зубков И я прошу команду стейкхолдерс Выйти на сцену Для получения наград Как финалистам нашей игры Коллеги, благодарим вас за участие И мы просим подняться на сцену Команду финалиста Команду Несокрушимая Большое спасибо, коллеги Я прошу выйти на сцену Команду победителя Этого сезона нашей игры Команду анти-АПТ групп А теперь для вручения главных наград Победителям этого сезона нашей игры Мы приглашаем публициста Телеведущего Многократного победителя Интеллектуальных викторин Анатолия Вассермана За победу именно в сегодняшней игре Команда анти-АПТ групп Получает награду Золотой мозжечок За победу в сезоне Команда анти-АПТ групп Награждается Супер призом От генерального партнера Финальной игры Компании Ростелеком Солар Это сертификат на командное приключение Кроме того От партнеров финальной игры сезона Компании Бизон Победители получают возможность Посетить мероприятие Овзон Это позволит вам усилить ваши знания В области кибербезопасности Проверить себя на практике Самое важное Каждый игрок команды победителя Получает звание Мастер информационной безопасности Получает соответствующий Отличительный знак И, наконец, главный приз Для победителей сезона Это переходящий кубок Золотой мозг информационной безопасности Кубок и титул закрепляются за команды До финальной игры следующего сезона Напомню, что генеральный партнер Этого выпуска нашей игры Компания Ростелеком Солар Мы благодарим коллег За поддержку интеллектуальных соревнований А эта игра окончена Мы говорим спасибо всем Кто наблюдал за нашей игрой До новых встреч В эфире Биз ТВ ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Кулакова